Рома летом кинул вызов в брусьях, говорит, готовься, я еду. Ты любишь стейки, я люблю стейки. Играем на стейк. Добро, Рома. Все. Брат, ну по амплитуде он пока выигрывает. Главное, чтобы мой доктор из клиники источник не посмотрел. Я стейк хочу, стейк хочу. Ну реально мандраж, ты гинь. Качается он, не качается дополнительно от кроссфита, либо он на кроссфите этого всего добился. Сразу скажу, человек занимается 2-3 раза, не в неделю, в день. Сегодня день Х, надо Дэна чуть-чуть самолюбия его понизить. Всем привет, друзья мои, и вы снова у меня на канале Денис Вов. Пожаловал к нам дорогой гость, мой друг. Один из сильнейших атлетов в такой дисциплине, как кроссфит, в мире. Встречайте. Рома, Рио. Здорово. Здорово. Всем привет, друзья. Сегодня будем уничтожать Дэнчика по кроссфит-системе. Короче, смысл видео такой. Когда вы уже заметили, приезжают ко мне какие-то гости, вот, типа, Рома, Дима Клоков, там, Иван Денисов. Так вот, первая часть, это всегда зарубы, как вы знаете. И Рома летом кинул вызов в брусьях, говорит, готовься, я еду. Встал двойной бицепс, а вы знаете, двойной бицепс для меня это вызовы. Короче, мы делаем вначале сегодня лесенку на брусьях с двадцаткой. С десяточки начнем, да, и по два шага, чтобы быстрее закончить, чтобы вас не томить сильно. А потом, вроде все говорят, кроссфит там худеют, а парень весит больше ста килограмм, и у него форма как у бодибилдера. И я хочу просветить вас, сам я знаю, качается он, не качается дополнительно от кроссфита, либо он на кроссфите этого всего добился. То есть, вот эти вот сегодня вещи мы узнаем, он поделится своими секретами. Короче, погнали. Ребятушки, и у меня для вас хорошая новость, такое хорошее предложение. Я недавно снимался у своих друзей на канале Ромит. Это бытовая техника для правильного питания. В этом видосе мы разыгрываем печь. Это пять в одном, это гриль, аэрофритюрница. Короче, у нее много функций. Вот как раз для тех, кто следит за своей фигурой, ну и просто ведет здоровый образ жизни. Поэтому переходите, ссылочка в описании, на их канал, на их видос. И участвуйте в розыгрыше этой печи. Побеждайте и ходите красиво эспрессиком. Неделю назад видео вышло, да плечо с тебя порвал. Сегодня ровно 30 дней. С того момента, как я получил, ну уже типа у меня конец был истории, когда я пошел УЗИ сделал. Вот сегодня 30 день. Я такое утром вспоминаю. Короче, сегодня авантюра. На самом деле авантюра с весом тела. Я делал, ну спокойно, ничего у меня не болит. Отжимаюсь, на брусьях отжимаюсь, там выход силой ничего такого не делаю. Но сегодня, ну не серьезно будет. Рома там делал что-то там без веса, там говорит. Ну это не серьезно снимать видео и делать без веса. Я поэтому рискую для вас, ребят. Чтоб интересно было нам, сегодня ты любишь стейки, я люблю стейки. Играем на стейк. Ну у вас же была заруба уже, ты в прошлый раз его, по-моему, шваркнул, да? Да, да, шваркнул. Там 1-1 в счет, 1-1, ты вспомни. Заруба на сток. На сток я выиграл, а на твой канал, на твой канал, да, я проиграл тогда. 1-1. Рома, ну ты много соревнований выигрываешь в последнее время, но это все ерунда была. Сегодня день икс. Сегодня день икс. Надо Дэна чуть-чуть самолюбия его понизить. Да не, он в принципе выбрал свое поле, там, поле боя, он всегда там на брусьях. Подожди, подожди, подожди. Воркаут, стрит, там все. Рома, сколько на последних соревнованиях выиграл денег? Сколько денег? Да. Десятка евро. А на предыдущих? Мадриди. Там пятак. Дальше. Самый крупный какой у тебя был выигрыш? Вообще самый крупный был 28, по-моему. Ну сейчас вот в Майхаме через 2 недели 30-ку можно за первое срубить. Потом в конце декабря можно где-то 60 срубить. Пацаны, это не рублей. Но это тоже все ерунда. Это ерунда по сравнению с чемпионатом мира или там можно с бойцами, если сравнивать с какими-нибудь. В Дубае параллельно идет в Америке турнир. Ну да. Там призовые 350 тысяч долларов. Рому просто нет возможности, потому что опять у него проблема с визой. Ну да, если в Америку вылетать, то можно побольше денег зарабатывать. Тут уже если бы в Америку летал, я бы тут с Денисом не стоял уже. Уже все пропало, вы понимаете? Смотри, смотри, смотри. 10 июля. Олесенька от 1 до 28. После бега. Вовк Дэ, не спи. Скоро зарубимся. Я ничего не выбирал. Ты запомнил. Я такие вещи запоминаю. Расскажи историю, как ты вот переключился. Сразу скажу, человек занимается 2-3 раза, не в неделю, а в день. То есть, чтобы вы понимали, он посвящает полностью себя тренировкам. Расскажи, пожалуйста, все, как ты в Женев пришел, решил вот эту всю тему, что ты все бросаешь и только будет кроссфит. Я понял тебя. Ну, давай начнем с того, что я пришел в зал по абонементу, просто купил абонемент. Сколько лет было? 19. Да, 19 лет мне было. После армии пришел на работу, устроился преподом в колледж. И открылся зал рядом с работой, я начал ходить. И потом, когда я походил месяца 3, я стал понимать, что в группах мне уже становится скучно, что я довольно быстро прогрессирую на фоне всех. И я понял, что, ну, можно посвятить этому какое-то время, можно рискнуть, ну, выступать хотя бы на российском уровне, попробовать приехать сюда, в Москву, в Питер. Там, тут ребята сильные были. Ну, я тогда по ютюбу только их видел всех. И все, и решили переехать из Иркутска в Питер, так как здесь, ну, на тот момент, когда там какой год, 16-й был, да, 16-й, тут типа вообще кроссфит расцветал, крутые атлеты, и мы рванули с женой сюда. И здесь я начал знакомиться именно вот с этим кроссфитом российским. Понял, что, ну, не особо боги тут российского кроссфита, что их можно всех выигрывать спокойно. В принципе, тогда понеслась моя карьера. Начали тренироваться по два, ну, по два раза в день, иногда по три. Твой переход. Ты же работал, получается, в зале. Ты тренировал, помимо этого. Да, да, я приехал. У тебя еще была работа. Да, я приехал в Питер, я сразу же устроился в школу физруком. То есть я с утра до обеда, где-то до двух или до трех я работал. Потом я тренировался часа два-три. А потом опять работал. И потом группы, да, вел. Я в Неве работал тогда и вел группы. Сначала со школы уволился, то есть у меня опены первые пошли в 17-м году. Я уволился, пришел к директору, говорю, у меня опены. И все, блин. Смотри, но... До свидания. Ром, на тот момент, смотри, вот ты все отказываешься от всего. Понятно, у тебя не было тех призовых. Ты не понимал, да, там стрельнет, не стрельнет. Что тебе говорила жена, вы вдвоем здесь приехали с другого города. Что она тебе говорит? Ну, жена, в принципе, и послужила этим толчком бросить все, в принципе. Потому что я переживал за семью, как бы все равно нужно работать. Это стабильный заработок, а группы, вот это все соревнования, это все нестабильно. И, в принципе, я говорю, жена, ну что будем делать, Настя, надо увольняться, говорю, надо... Она говорит, да, конечно, увольняйся, я сомневался. Она говорит, увольняйся, выживем, там проживем. И я уволился, и это был, ну, хороший шаг в моей жизни такой решающий. И все, потом потихоньку стал выигрывать, и пошли призовые. Мне прям вот нравится эта история, вообще прям, я кайфую. Я считаю, это прям топ, но вот как должно быть? Так как в гостях начинает... Я, да? Хозяин-барин. Да, это... Давай 10, 12, 14. Каждый делает шаг. Ну, то есть, нету такого, что я 10, он 12. А 10, 10, 12, 12. Ну, я Роме сказал, что если ты ментально в голове своей не готов дойти до 30, даже можешь со мной не начинать. Он ходил, нервничал, потом я его успокоил, я говорю, да ладно, я шучу, какие 30, там, хотя бы до 20-ки дойти. Он успокоился такой, ну ладно, давай зарулись. Ты его к на тому пряникам душу, да? Главное, друзья, следите за амплитудой, амплитудой движения. Вот тут, на самом деле, ну так, потому что это, побаиваюсь. Ну, мы здесь скидку сделаем небольшую, за разорванную сверстку просто. Да, да, да. Что по углу, нормально было? Нормально, нормально. Я еще пока кофту не снимал. Рад, ну по амплитуде он пока выигрывает. Главное, чтобы мой доктор из клиники источник не посмотрел. Я стейк хочу, стейк хочу. Рукой, знаешь, хороший. Да какую прожарку ты берешь обычно? Медиум, медиум. Томогавка, знаешь, килограммчик такой. Чуть-чуть прибивает, я видел, видел, видел. Сейчас 18, да, дальше? Пацаны, напишите в комментариях, вот давно не было такой нормального видоса пацанского, без какого-то трёпа лишнего. Всё просто железо, заруба. Ребят, вы пишите там, давай зарубы, вот в таком формате я всегда готов для вас делать, мне это самому интересно. Но поймите, что нету людей так много, с которыми бы можно было поснимать, чтобы это было прикольно, это было разумно. Вы видели там мои последние зарубы, но это не совсем интересно. Не так много таких атлетов у нас в России. Поэтому пишите в комментах, с кем хотите в таком вот формате сделать. Сделать такую мини-зарубу, ну и в то же время познавательный материал для вас. Давайте, пишите. 18-ка. Наталья не чувствует, чёрт. 18 легче, чем 16 пришлю. Ром, давай финальный вопрос от меня, ну от обычного человека, да, который в зал в неделю 12 раз тренируешься, да? Ну примерно, да. Вот я как обычный человек тренируюсь 12 раз в год, вот, но у меня много хобби есть по жизни, понял? Вот у тебя как, остаётся на что-то, на какие-то личные такие движухи? Ну да, да, но это тоже такое хобби, активный отдых там. Допустим, если это лето, то мы плаваем там на каяках, на вейксёрфинг там. Тоже из этого по пользу какую-то извлекаем. Зимой там у нас в Иркутске это лыжи, борт. Ну вот в основном... КС-ку не шпилишь, да? Не, у меня есть Сонька, я так её купил пару раз, поиграл, к особо меня не привлекает. Всё, всё равно всё заточено под этот, да? Под горосвета. Ты видел, как он настраивается? Дмитрий Клоков на Олимпийских играх так настраивался, как он сейчас настраивается. Нет, смотри, по восстановлению вообще, Ром, вот ну как ты, соответственно, две тренировки в день. Ты покачался, поделал комплексы, пришёл домой, а тебе на следующий день опять две тренировки. Как ты восстанавливаешься вообще? Ну то есть я же не сразу так начал, я постепенно, иначе привыкал к нагрузке, поэтому это для меня особо не шок для организма. Ну, в принципе, самое главное восстановление для меня это сон. Ну, то есть он нервную систему восстанавливает. Если меньше 8 часов спишь, то это уже плохо идёт. Один день можно там потерять, день 6 часов поспать там. Ну, если стабильно так делать, то всё, я прям чувствую, что упали. Я в 10 засыпаю, смотрю, он пол первого сториз мои смотрит. Ну это не я переживаю. Нет, ну это перед зарубой переживал. Дэн, я уже полную херню у него спрашиваю, не знаю, как время вытащить, побольше тебе доставлю. Давай сейчас я 24 делаю, чтобы Саню долго не задерживать. Сразу на 28 идём. Нет, давай на 30 идём сразу после 24, там дальше посмотрим. Давай. Я там видел все лайфхаки кроссвитерские, я уже всё так на подкорочку себе записал. Поддаёт датчик? Да, где поддать, где подсесть, понял, вот эти все углы. 30-ка. Железо, батюр, бицушку, трицушку, всё нормально. Да, какие шансы на 30? Вот когда 24-ку делал бы, тогда сделал. Сейчас не знаю. Давай, дайди меня 28, оставшиеся 2 уже сам за себя. Давай ещё. Не было до 30. Ну да, последний, да, 30-й такой. Саня, ну чё? Муран, муран. Давай посмотрим на тебя. Первые 25 хорошо делал. Тут вообще ноги просто, как у него работают, ну то есть это кипинг, это вообще другая, да, это как, к примеру, стойки на руках, отжиматься, ногами поддавать. Ну, всё, пошло дело, блядь. 30 раз. Давай, делай. Тут уже решающе, потому что... Давай решающе. Ты не отжался, я отожмусь. Давай. Ну реально мандраж, ты гинь. Ну, я у меня ладно попробуем. Ну что, друзья, официально у нас сегодняшний победитель Роман Хренников. Не зря полгода работал, готовился. Тяжело. Ну что, ребят, первая часть заруба у нас прошла, я проиграл, это признаю. Тут вопросов нет никаких, счёт 2-1. Дальше Рома приедет к соревнованиям, мы ещё обязательно устроим. Он хотел там становую тягу за 2 минуты 140 килограмм на разы сделать. Поэтому у нас есть заготовочки, что сделать. Вы все видели форму Рома, он выглядит как бодибилдер, но при этом занимается кроссфитом. А у нас такой стереотип сложился у людей, что кроссфиты там худеют, люди приходят. Знаешь, ну какие-то вот такие задачи, не то, что люди набирают. Вот это за счёт кроссфита или ты ещё дополнительно что-то делаешь в зале, подкачиваешься и так далее? Ну, в принципе, 80, можно 70% сказать, что с помощью кроссфита. Ну, в принципе, каких-то здесь всё равно с помощью каких-то упражнений форма складывается. 30% это кач идёт, потому что мышцы, они играют большую роль в подготовке. Ну, удержание штанги, да, над головой. Если мышечный корсет есть более-менее хороший, то тебе легче со всем справляться. Поэтому я и подключил билдинг. Вообще взял всю эту систему, ну, в основном, это у китайских тяжёлых атлетов, то есть всё подсматривал, изучал. Так как они очень, если многие заметили, тяжёлые атлеты китайские на натуре как билдеры выглядят. То есть если наши там и европейцы такие все, ну, такие залитенькие немножко. Медвежатые. Да, тоже стереотип, да, это тяжёлые атлетики. А вот китайцы, они прям выходят сухие такие. Тебе пишут программы «Американцы». Да. А качку ты сам себе добавляешь? Качку я сам, да. У меня три раза в неделю тяжёлая атлетика, я её сам делаю. То есть мне её не пишут, я сам её делаю. То есть они тебя только по кроссфиту ведут? В основном, да, кроссфит, кардио и, ну, вот такое. Ну, давай, погнали. Давайте первое упражнение. Я в лямках делаю узким хватом, это тяга к подбородку. Немного можно добавлять спиной. На подрыв бульки. Причтение. Ты чё, по сколько делаешь? Ну, в основном 4-5 подходов, от 10 до 12 повторений. Ну, вот стабильно работаю где-то 45-50 килограмм. Это по схеме Руслана Халецкого. Я с ним это же делал. Да? Да. То же самое, понимаешь? Ну, видишь, я ещё делаю не совсем чисто, как бы, прям мышцы. Ну, вот он тоже самое, понял, товарищ. А я добавляю немного спиной. Да, вот именно спиной, не ногами, понял, а именно спиной разрешается у них тоже. Поуже, да? Ну, я делаю это всё не для того, чтобы накачать мышцы, знаешь. Больше работа на дурь. То есть охота дури какой-то вот этой мощи, на мощь набрать, чем ли мышцы. Окей. Вот сколько раз в неделю ты качаешься? Ну, три раза. В понедельник, среда, пятница. Я даже сказал, может, на 30, может, даже где-то 50 на 50 идёт. Ну, просто нет, понедельник, среда, пятница – это одна тренировка первая. Тяжёлая атлетика, и в конце я качаюсь час, наверное, где-то. Ну, ещё раз повторюсь, я качаюсь, не думаю о мышцах. Это не бодибилдинг. То есть я не думаю, там, о, как у меня прорабатывается дельта, там. Мне нужна именно сила, то есть эти упражнения способствуют силе, то есть я делаю, может, с грязной техникой там где-нибудь, ну, чтобы именно была вот эта дурь, мощь, потому что именно мышцы, они, я думаю, не особо мне помогут. Ну, мы и так уже забили трицепс, но всё равно я его делаю, это французский жим. Ладно, пока соберём. Делаю всегда одной штангой, то есть прямой. Беру женский гриф, 15 килограмм, всегда штангой работаю. Не знаю, по технике, чисто-нечисто, но я делаю там. Опускаю за голову, напрямляю. Подай мне чуть-чуть, подай, а я чуть-чуть по-другому делаю. Вот здесь ложишься, лопатками только. И пошло у тебя движение. Оп, сюда касание. Чтоб жопой не поддавать. Ну, вот, да, я же говорю, вот, уже не думаю о проработке мышц. Бицепс, трицепс, это вот удержание штанги над головой, и поэтому уделяю большое внимание рукам в основном. Многие, они так идут сами по себе, ноги не качают, только вверх. Ну, по большому счёту, тебе же кроссфет, все движения включить, как можно больше мышц в работе. Да, да. Наоборот, и тут, ну, да, такой... Давайте последнее упражнение, сейчас обязательно Дениса проверим на нём, это гиперэстензия с удержанием, сейчас покажу. В общем, делаешь сет, это 10 подъёмов, это вот, небольшая амплитуда, главное выпрямляться. Это 10 подъёмов, 10 секунд удержания в верхней точке, снова 10 подъёмов, 10 удержаний. За голову стоять. У тебя поднимали как-то, нормально. Здесь, как-то, хорошо. Снова 10. 10 секунд удержу. Вот таких 4 сета и спина вообще стальная будет. У тебя крест тяжёлый просто был, это было сложно. Поэтому, ну, как бы, знакомый, это жёсткое, ну, для тех, кто не делает это, там, серию сделал, ты всё, у тебя колом встаёт, поясница, знаешь, там, как будто два, два, там, столба тебе вставили, там, алюминиевый. Так, если делаешь, ну, вообще, это топ, я считаю, ну, ты тоже, я тебе такое даёшь, например, только без веса. Поэтому, я считаю, для спины это вообще прям супер. Ну, это вот такие, это не все, конечно, упражнения, но одно из, то, что я могу вам показать бесплатно. Короче, плюс-минус, всё равно, вот, в качке, всё вот вокруг таких движений крутится, базово, скажем, скажем так. Ну, изоляции нет, да, ну, изоляцию тоже делаю, там, бицепс, делаешь что-то? Да, да, бицепс, разгибания, сгибания на блоках делаю. Ага, ну, ты, я тебе скажу, так сильно добавил в силе, я честно, я думал, 24 и всё, и уйдёт, и качаться больше не будет сегодня на брусе. Удивил просто, вот, ну, сколько мы не виделись, года два? Ну, да, два. Прям в силе добавил, прям, феноменально очень. У тебя тяга тогда сколько было, вот, два года назад буквально? Там, 200, да, чуть больше? Ну, да, 210, 220. Сейчас 270, понял, за два года. Там, что присед? Присо 210, был 185, там, где-то там. Ну, тут не так, в тяге, конечно, такая феноменальная разница вообще. Ну, и в рывке, я смотрю, там тоже, там, да, 25, 125. Сколько в грейс-фитерах прям топ, 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 топ? 35, где-то, 36. Это один человек рвёт из всех, там, топ-40. Да, но в основном, в основном это... Ну, 25, 25, там, да. То есть, ну, это топовый результат. Да, 30, это уже хорошо очень, наверное. Ну, что, на этом заканчиваем, поэтому, ребят, пишите, какое упражнение. Нам сделать дальше. У Ромы сейчас турнир, получается, в Дубае. Желаем тебе, Ром, победы. Спасибо, спасибо. А потом, Рома возвращается, или ты там остаешься? Ну, это посмотрим. Ещё один турнир в Дубае. И потом ты до Нового года здесь. Да. Если Рома там будет отдыхать, найдёт время, ребят, вы пишите, какие упражнения хотите увидеть. Мы обязательно для вас это сделаем. Давайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok